И на этой неделе Для первого священника Святость службы в храме Праздники Господни И завершает эту главу История о человеке, который оскорблял имя Бога И был наказан очень серьезно И для священников И для священников Бог дал великую привилегию Для священников Для каждого священника была Очень большая ответственность Перед Богом, перед народом И для священников были особенные правила Которые священник обязан был исполнять Особенно для первого священника Правила были очень строгие И кроме того, что этот священник Он должен быть святым Благочестивым Должен был быть примером Все на него смотрят Он еще должен был быть красивым Такие качества не всегда сочетаются в человеке И он должен был Этот священник Хорошо сложен Никаких пороков в теле не должно быть И никаких пороков не должно было быть В его поведении То есть, когда люди на него смотрели Им Они радовались Вот он наш священник Особенно первый священник И Слово Божие говорит Сам Господь говорит И сказал Господь Моисею, говоря Скажи Аарону Никто из семени Твоего во все роды их У которого на теле будет недостаток Не должен приступать Чтобы приносить хлеб Богу своему И, конечно же, конечно же Все это соблюдалось В то время Но, когда мы читаем священные писания К сожалению, не всегда В дальнейшем Все было так хорошо И, когда священник нарушал Божие правила Обычно следовало за этим наказание Также должны были Сами жертвоприношения Они должны были Определенным образом Приноситься Во время службы в храме И священник Кроме того, что он Должен соблюдать все законы Кроме того, что он должен Хранить себя в чистоте Он еще и должен быть милостивым То есть он Должен проявлять милость Потому что Соблюдая все законы Ну, только законы Но это что-то уже ближе К юридическим вещам То есть Священник — это не прокурор Да, он знает законы Он должен предупреждать Об опасностях людей Должен Проявлять любовь К людям Также он должен обличать Это священник Он должен научить людей Отличать чистое от нечистого И так же Скажем так В 22 главе Сказано Скажи Аарону и сынам его Чтобы они осторожно поступали Со святынями Сынов Израилевых И не бесчестили Святого имени Моего в том Что они посвящают мне Я Господь И Еще скажу о том Что Вот Превосвященник Он Красивый Он Все видят его Благочестивый Но еще его Внутреннее состояние То, что никто Не видит А видит только Бог И это была Большая ответственность Особенно Первосвященника Вот он, например Красивый Все делает так Но в душе У него может быть Что-то такое Что очень Не нравится Богу И священник Должен Это из себя Истребить И мы знаем Что Первосвященник Он Однажды Войдет В святое святых И если Будет что-то Неправильно То живым Он Из святого святых Уже не выйдет Все серьезно И В книге Пророка Изекииля Это автора У нас Мы читаем События События Это когда Народ Отступил От Бога Священники Вели себя Неправильно Но Слава Богу Слава Богу Что были И верные Верные Священники И в книге Изекииля Бог Предупреждает И Предупреждает О наказании Тех людей Которые Священников Которые Вели себя Неправильно И Бог Говорит Отступившим Священникам Отступникам За то что Они служили Пред идолами Их И были Для дома Израилева Соблазном К нечестию Я поднял На них Рук Мою Говорит Господь Бог И они Понесут Наказание За вину Свою Они Не будут Приближаться Ко мне Чтобы Священодействовать Предо мной И приступать Ко всем Святыням Моим И Были Священники Из колена Левина Сыны Садока Которые Во время Отступления Сынов Израилевых От меня Постоянно Стояли На страже Святилища Моего Те Будут Приближаться Ко мне Чтобы Служить Мне И будут Предстоять Пред лицом Моим Бог Богу Очень Нравится Наша Верность И Мы Знаем Что Бог Он Бог Ревнитель И Когда Человек Грешит Бог Дает Всегда Шанс Исправиться Но Если Человек Упорствует Не хочет Исправляться То Конечно Ж Бог Будет Исправлять Его Будет Уже Применять Определенные Меры И Священники Они Также В книге Языки Говорится Что Священники Должны Учить Народ Мой Отличать Священное От Несвященного И Объяснять Им То Что Чисто Что Нечисто И Что Чисто И В этой Главе Также Говорится О праздниках О Божьих Праздниках И Все Начинается С Шабата И Я так Посмотрел Что Все Праздники Они Как бы Они Пронизаны Шабатом Вообще Там Цифра 7 Прослеживается Во всех Праздниках И Праздники Господни Это Мы все Хорошо Знаем Празднуем И Обычно Обычно Мы В эти Праздники Мы Мы Кушаем Это Хорошая Еврейская Традиция И В Еврейских Традициях Есть Такое Что Обязательно На Шабат Нужно Что-то Приготовить Какую-то Особенную Еду Которая Тебе Очень Нравится Нужно Кушать Это Еврейские Мудрецы Так Постановили Что Хлеб Должен Быть Обязательно Две Халы Порадоваться Богу Это Нравится Чтобы Мы Радовались Подкрепление Для Нас Это Радость В Господе И Вот Если К Священникам Продолжить Эту Тему То Потом Завершающие Праздники Это Праздник Труб Праздник Труб Сукот Это То Что Не все К сожалению Не все Понимают Слава Богу Мы Это Понимаем Мы Стараемся Людям Рассказать Об этом И Эти Праздники Они Связаны С Судами Судами Праздник Труб Осенние Праздники То Если Те Праздники Песох Шавуот Они Несколько О другом Здесь Уже Суды И Писание Говорит Что Если Мы Будем Судить Сами Себя То Мы Не Будем Осуждены С этим Миром Ну Тут Тоже Надо Быть Не Очень Таким Рьяным Чтобы Себя Сильно Не Засудить Бог Нас Очень Любит Он Нас Милует Он Оказывает На Милость Каждый День Милость Его Каждое Утро Обновляется И Вот Мы Здесь Мы Радостно Служим Господу И Я Благодарю Бога За то Что Он Дает Понимание Понимание Всех Этих Вещей И В Завершении Здесь В В этой Главе Говорится Что Сын Одной Еврейки Но Родившийся От Египтянина Он Поссорился С Евреем И При этом Он Начал Хулить Имя Бога И Его Пытались Успокоить Но Он Какой-то Такой Был Совсем Совсем Ну Скажем Так Я так Понимаю Определенные Духи В нем Действовали И Тогда Этого Человека Привели К Моисею И Сказали Ну Что Нам С Ним Делать С Таким Человеком И Моисей Тогда Спросил У Бога И Бог Сказал Наказать Пусть Будет Предан Смерти И Он Был Наказан Побитием Камнями Когда Мы Говорим Что-то Когда Мы С Кем-то Общаемся Нам Особенно Нужно Каждому Из Нас Следить За Своей Речью Я Благодарю Благодарен Людям Которые Помогают Мне В Этом Вопросе Потому Что Я Еще Несовершенный Человек Бывает Какое-то Слово Выйдет Ну Уже Лучше Слава Богу Уже И я так понимаю Все мы Да То есть Мы Избавились От Каких-то Слов Которые Совсем Неприемлемы Но Бывают Слова Которые Которые Неприемлемы Как для Верующего Вроде бы Такое Вроде Да Вроде Нет Но Лучше Я Благодарен Своей Жене Она Всегда Если Я Что-то Там Ляпну Она Мне Всегда Говорит Игорь Ты Говоришь Слово Божье Тебе нужно Следить за Своими Устами Это Твоя Ответственность Бог За этим Очень Внимательно Наблюдает Слава Богу За Его Законы За То Что Он Учит Нас Как Любящий Отец Любит Милует Воспитывает Пусть Будет Слава Ему Всегда И Днем И Ночью Аминь Устам Аминь Устам 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 а Устам К Отец